Привет, меня зовут Наталья, мне 41 год и я плюс сайз, но я считаю, что женщина может быть прекрасна в любом возрасте и при любом весе. Поэтому у себя на канале я рассказываю о том, как поддержать красоту при помощи уходовой косметики, подчеркнуть достоинства при помощи косметики декоративной и немножко о стиле и гардеробе для девушек с пышными формами, как я сама. Если это звучит как что-то для вас интересное, добро пожаловать! Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, я буду очень рада пообщаться с вами в комментариях под моими видео, которые обычно выходят три раза в неделю, но сейчас у меня график несколько хаотичный, но тем не менее я стараюсь. Сегодня я как раз расскажу о своём уходе за кожей лица весной 2022 года и должна сразу предупредить, что этот уход сконцентрирован максимально на том, чтобы кожу увлажнить и успокоить, потому что у меня в последнее время с кожей были проблемы на почве, не знаю, хронического стресса или обострившегося стресса, но, в общем, кожа моя очень интенсивно реагировала на стресс, поэтому мой обычно уход не так немножко выглядит, но сейчас я была вынуждена перейти на все успокаивающие и максимально увлажняющие и неактивные продукты. Итак, ещё раз, мне 41 год, в июне месяце будет 42, моя кожа нормальная, зимой склонная к сухости и немножечко в центре лба, иногда склонно жирниться. Обычно летом, ну или зимой тоже бывают такие периоды, если какую-то очень интенсивно питательную косметику использовала, или если жарко становится, или если кожа обезвожена, то она реагирует на это обычно выработкой более интенсивной кожного осебума, и тогда тоже у меня начинает жирниться центр лба вот здесь между бровями. Во всех остальных местах моя кожа скорее нормальная и склонна к сухости вот, наверное, вот здесь и, конечно же, шее. Я услышала критику в комментариях по поводу того, что зачем ты делаешь видео об уходе при полном параде и со штукатуркой как бы на лице, и решила, что теперь вот будет так максимально приближено к реальности. Единственная проблема моей кожи, ну кроме того, что мне 41 год и кожа моя увядает, и я этот процесс наблюдаю, но единственная проблема у меня это гиперпигментация, которую вы сегодня не видите из-за чёлки, ну я так... Ну и из-за консилера тоже, в общем, которую вы можете посмотреть в моих макияжных видео, где я предстаю вначале с абсолютно голым лицом. Итак, поехали. По утрам я не умываюсь никаким гелем, пенкой, кремом, я просто очень обильно споласкиваю лицо водой. Много раз у себя на канале говорила, что знаю, что не все одобряют и не всем подходит такой вариант, но если у вас кожа склонная к сухости, то я рекомендую вам, по крайней мере, попробовать. Я уже пару лет, наверное, по утрам не умываюсь никаким средством, и могу сказать, что как минимум ничего плохого с моей кожей от этого не произошло, а то, может быть, ещё и что-то хорошее, потому что в любом случае все средства для умывания дополнительно иссушают кожу, и я считаю, что в моём случае они не являются необходимыми, поэтому я этот этап пропускаю. Сразу, как только я умылась, не давая коже пересохнуть слишком сильно, я использую на центр лба, между бровей, на мою вот эту вот мимическую морщину скверного характера, как я её называю, вот эту сыворотку от Ordinary. Она называется Argerlin Solution 10% и считается, что это такой безинъекционный ботокс в бутылочке. Не знаю, насколько это название оправдано, я читала и слышала и видела разные совершенно мнения по поводу того, что не может действовать пептид с миорелаксантом, микро каким-то парапарализующим эффектом на мышцы через средство, наносимое на кожу, и что кто-то видит эффект от этого средства. Я не могу сказать, что оно творит какие-то чудеса. Кстати, консистенция абсолютно как вода, вообще никакой текстуры практически не имеет. Запах очень-очень лёгкий и слабый, такой слегка медицинский, но не навязчивый, не агрессивный. Мне совершенно этот запах не мешает и впитывается эта сыворотка мгновенно, но я не могу сказать, что она творит какие-то чудеса. По крайней мере, моя морщинка всё ещё на месте. При таком фронтальном освещении не всегда её хорошо заметно, но у меня здесь солидный такой залом на самом деле, вертикальный. И, конечно же, эта сыворотка от него не избавила. Но иногда мне кажется, что он как будто бы стал менее заметным, что ли. Не пропал совершенно точно, но, не знаю, может быть, что-то делает. Я подозреваю, что я смогу оценить, работает эта сыворотка или не работает, когда я перестану ей пользоваться. И если я увижу ухудшения какие-то, то тогда должна буду признаться, что она работает. Пока что я не могу однозначно сказать, что она вообще ничего не делает, но я также и не могу сказать, что она творит какие-то чудеса. В общем, жюри всё ещё не вынесло решение по поводу этой штуки. И на всё остальное лицо я наношу вот этот вот тонер от Изентриз с гиалуроновой кислотой. Я про него рассказывала в своих обновках за февраль месяц и дала ему оценку несколько выше, чем я сейчас готова дать. Я тогда сказала, что его единственная проблема, что он скатывается при контакте с маслом, и поэтому я его буду использовать летом, когда не использую масляные текстуры. Поэтому, собственно, я его ввела в свой утренний уход. Но должна сказать, что за время, за те там пару-тройку недель, что я им попользовалась более интенсивно, я в нём окончательно разочаровалась. Я не смотрела, честно говоря, его состав, и поэтому не могу утверждать, но такое ощущение, вот по ощущениям на коже, что он содержит какие-то силиконы или полимеры, такие вот плёночкообразующие. Поэтому, собственно говоря, обычно такие составы скатываются при контакте с маслом, потому что многие силиконы конфликтуют с маслами. Но он также, такое ощущение, что вот эта плёнка как будто подстягивает немножечко лицо. И мне от него при этом, как бы вот это подстягивание, может быть, оно кем-то воспринимается как лифтинг, но у меня остаётся ощущение, что мне недостаточно увлажнения. И он не подходит к моему глубочайшему разочарованию для метода семи кож, когда тонер наносится в несколько слоёв. Нанесли впитал, подождали, пока впитался. Нанесли следующий слой, подождали, пока впитался. Если с ним так делать, то он начинает скатываться уже сам с собой просто. Ну, это логично, если он создаёт такую плёночку, но совсем не значит, что мне это нравится. В общем, я не знаю, я что-то совсем расстроилась. Я буду продолжать, конечно, им пользоваться, хотя бы потому, что он без вкуса, без цвета, без запаха не раздражает кожу. Но вообще мне он страшно не нравится. И при первой же возможности, я сейчас заказала другой тонер без вкуса, без цвета, без запаха. В общем, при первой же возможности я этот одложу в сторонку и, не знаю, может быть, кому-то отдам, а может быть, когда-то допользую сама летом. Не знаю, в общем, мне он категорически не нравится. Это прям разочарование. Мой уход всегда построен по принципу, что я сначала использую увлажняющий тонер или эссенцию, и потом две сыворотки последовательно. Первую с активами и вторую увлажняющую. Но сейчас из-за того, что моя кожа в последний месяц стала суперчувствительная, очень обезвоженная, сильно шелушилась, реактивная, реагировала на любые вообще активы, страшно раздражалась, болела, чесалась, и, в общем, всё было плохо. Я практически все активы убрала и оставила только, ну, такие не то, что даже не раздражающие, а те средства, которые могут считаться одновременно вроде как и активными, и в то же время успокаивающим эффектом обладают. Одним из таких компонентов является неоцинамид, и мою любимую сыворотку от Good Molecules с этим ингредиентом я использую не каждый день. Она на моей коже даёт очень выраженный заживляющий эффект, поэтому я её достаю, если у меня какие-то прыщики, какие-то покраснения, какие-то красные точки, тогда я локально на них использую эту сыворотку, ну, и заодно, раз уж я взялась, то использую её и на свои пигментные пятна, потому что лёгкий осветляющий эффект она тоже оказывает, но на повседневной основе я её всё-таки не использую, потому что у неё есть заявлена некая себорегуляция, то есть я чувствую, что иногда она подсушивает мою кожу, и по большому счёту каждый день мне это не надо. Я её ещё использую на центр лба, если я в этот день еду куда-то надолго, если мне нужно, чтобы мой макияж держался как можно более прочно, и себу в зоне между бровей выделялся как можно меньше, тогда я эту сыворотку использую. Но так прям, если нет никаких повреждений на коже, и я никуда не еду, то я её не применяю. Второй вариант активной сыворотки – это Ordinary с пептидами меди, вот такая вот голубая штука. Вообще я её собиралась использовать летом, потому что она не дружит с ретинолом, вернее пептидами меди считаются очень хрупким компонентом, который разрушается при одновременном использовании с ретинолом, поэтому я её планировала использовать летом, но поскольку пептидами меди также обладают выраженным успокаивающим эффектом, а от ретинола я отказалась, потому что не могла его применять, то сейчас я как бы стала её использовать. Обратила внимание на один нюанс, который не заметила в прошлом году, эта сыворотка тоже конфликтует при соприкосновении с маслами, тоже начинает скатываться. Собственно, поэтому в утреннем уходе у меня вот эти два продукта, которые конфликтуют с маслами, потому что если я решаю нанести макияж, то я предпочитаю, чтобы у меня масел не было, потому что масла могут ухудшать стойкость макияжа. Поэтому как бы я с утра использую то, что не подразумевает масло, а вечером уже использую что-то другое. Ну, что касается пептидов меди, мне эта сыворотка всегда очень нравилась, она хорошо увлажняет, она такая очень насыщенная, она может оставлять некоторую липкость, если переборщить. В принципе, мне вот одной полной пипетки вот такой хватает на все лицо и шею. Если нанести больше, то тогда вот она может липнуть. Но мне очень нравится, это один из самых дорогих у Ordinary продуктов, если даже не самый дорогой, и на скидках на черную пятницу, точнее в ноябре, я обычно его приобретаю. Ну, как обычно, уже второй год подряд его приобретаю. Сыворотки с активами я даю по возможности поработать некоторое время, если я никуда не убегаю, не тороплюсь, то даю там минут 10-15, если тороплюсь, то парочку минут даю ей впитаться и поработать на коже, но следом всегда наношу увлажняющую сыворотку. И у меня была сыворотка литовского бренда Math Scientific или Math Science. Она у меня закончилась благополучно пару дней назад, и сейчас уже в пустых банках лежит. Я про нее вам расскажу. Ничего особенного, обычная гиалуроновая сыворотка. И ей на замену я буквально сегодня достала вот этот вот от Ordinary. На самом деле это пептидная сыворотка, матриксил 10% плюс гиалуроновая кислота. Ну, я никогда от матриксила не видела какого-то вау-эффекта в смысле anti-age, в смысле омоложения, но в качестве базовой вот такой увлажняющей сыворотки мне эта штука всегда очень сильно нравилась. Вообще для меня в Ordinary в большей степени про какой-то базовый повседневный уход, чем про какие-то активы, которые дают вау-эффект. По крайней мере на моей коже это так. Но вот эту штуку я люблю именно как увлажнялку. То, что в ней есть антивозрастной пептид, это дополнительный бонус, от которого я, как повторюсь уже сказала, не вижу эффекта, но мне греет душу, что он там есть и, возможно, что-то делает на перспективу. Следующий этап у меня опционный в уходе, но на самом деле последнее время практически каждый день использую вот эту вот эмульсию от марки Etude House из серии Sunjun. Она у меня была в фаворитах уходовой косметики, корейской уходовой косметики за 2021 год. Она очень нежная, без вкуса, без цвета, без запаха, без алкоголя в составе, подходящая как раз-таки, эта линейка задумана для чувствительной кожи, то есть подходящая под мою текущую ситуацию. И на самом деле это такой как бы легкий крем. То есть если у вас жирная кожа, то вполне возможно это для вас будет лучший вариант, чем просто крем, потому что она гораздо быстрее впитывается, гораздо более легкое ощущение оставляет на коже, при этом потрясающе классно глубоко увлажняет. Для меня это само по себе недостаточно, это именно прослойка между сывороткой и кремом, но в этом качестве я ее использую практически каждый день. Возможно, когда станет теплее, и моя кожа придет в большей степени в норму, чем сейчас, я либо перестану использовать эту эмульсию, либо начну ее тоже использовать вместо крема, например, в жаркие дни летом, но в данный момент это у меня такая именно прослойка. В качестве крема для кожи вокруг глаз я использую сейчас вот такую новинку от корейской марки Petifi. Не уверена, что правильно читаю, но мне кажется, что так. Марка знаменита своими патчами, гидрогеревыми под глаза, и мне этот крем посоветовали девчонки-подписчицы. Они сказали, что он, вопреки обыкновению корейских кремов под глаза, не бальзамистый, а именно вот такой сливочный кремовый. Я только начала на самом деле им пользоваться, у меня особых пока впечатлений нет, но по первым затестам он как бы приятный, но для меня все-таки недостаточно питательный, мне его маловато, хотя у меня кожа под глазами очень супер сухая, я люблю прям кремы, которые жирный жир, прям вот супер-супер много питания, чтобы было. Я уверена, что для большинства людей он покажется питательным, но для меня, мне хотелось бы как бы большего. У меня есть ощущение, что это как раз тот вариант крема под глаза, который просто увлажняющий крем, который упаковали в тюбик и дали ему название, что он под глаза. Я вот не вижу разницы, например, следующим этапом я наношу крем для лица от Pink and Yule, и я не вижу большой разницы между ними в смысле текстуры, в смысле увлажнения, питания. То есть здесь ничего такого особенного, что делает его именно очень хорошим средством для кожи вокруг глаз. Я пока что не заметила. Ну и, как я уже сказала, на лицо я использую сейчас вот этот вот крем от Pink and Yule. Он увлажняющий и для меня на самом деле легковат. Был, по крайней мере, на зиму. Сейчас становится все лучше, более и более подходящим, по мере того, как погода становится более теплой. Но из этой линейки я предпочитаю на самом деле Nutrition крем. У меня его в данный момент на руках нет. Но я этот взяла просто потому, что он без ароматизаторов. Мне по текстуре сейчас лучше бы подошел крем Anti Gravity от Huxley, и он у меня есть, и я бы хотела им пользоваться. Но у него очень яркая отдушка. И хотя никогда не было у меня в моей коже никакой реакции негативной на косметику Huxley и на кремы их, но я все-таки немножко побаиваюсь продукты с такой яркой отдушкой использовать в период, когда кожа раздражена. Поэтому я достала вот этот вот от Pink and Yule. Вообще эта марка мне очень сильно нравится. Именно своими вот такими базовыми классными составами без алкоголя, без эфирных масел, без отдушек, без красителей, подходящими для чувствительной кожи. Ну, просто именно вот увлажняющий крем. Это не мой фаворит, не на мой тип кожи. Мне вот Nutrition понравился гораздо больше. Но если у вас нормальная, комбинированная, может быть, даже склонная к жирности кожа, то этот вам подойдет в большей степени. Потому что Nutrition, он такой пожирнее. Ну и второй крем, который я использую в качестве дневного, это вот этот Honey Halo от марки Pharmacy. На самом деле почти допользовала его, потому что это миниатюра, 25 мл баночка всего лишь. И он мне очень понравился. У меня были какие-то сомнения. Я думала, что он, может быть, конфликтует с маслом. В какой-то момент мне так показалось. Но потом я протестировала и поняла, что конфликтовала вот сыворотка с пептидами меди и тонер. А этот крем с маслом смешивается прекрасно. У него потрясающий тонкий нежный аромат меда. У него какая-то вообще фантастическая просто текстура. Какой-то... Я не знаю, я не могу дать ей какое-то описание, но это что-то более приятное, более чудесное, чем просто обычный крем. И в составе у него керамиды, что очень хорошо для восстановления кожи. И вообще всем он прекрасен, кроме его высокой цены. Но я в этот продукт просто влюбилась и буду ловить его обязательно на скидках, на черную пятницу, скорее всего, потому что мне бы очень хотелось полноразмерную банку. Я думаю, что я легко проживу без него летом, потому что он... Не сказать, что он супер жирный и питательный такой, чтобы вот как бы для меня ночным кремом являлся, но в качестве дневного он скорее мне на зиму подходит, а летом я, наверное, легко без него смогу обойтись. Но к следующей зиме я бы очень хотела такой полноразмер у себя в своем арсенале иметь. Если в этот день я сижу дома, то на этом мой уход ограничивается. Если я выхожу на улицу, то в обязательном порядке я использую SPF 50. Но я решила сегодня про свои санскрины, не говорить, которыми я пользуюсь в данный период, потому что им будет посвящено отдельное видео. Я собрала 6 SPF средств, которыми пользуюсь в данный момент, который протестировала, о которых у меня сложились впечатления, и 5 из них очень-очень классные. Так что не переключайтесь, если не подписаны, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления, и не пропустить видео, посвященное SPF средствам. Оно выйдет совсем-совсем скоро. Структура моего вечернего ухода, в принципе, похожа, схема такая же, но на некоторых позициях другие средства. В частности, смываю вам макияж, я до последнего времени, вот этим бальзамом гидрофильным от марки Пинканг Юл, но он у меня благополучно закончился. Вот я банку вылезала, она уже лежит в пустых банках, вы скоро про нее услышите в соответствующем видео. И я применяла в основном его именно потому, что марка Пинканг Юл заточена под чувствительную кожу. К сожалению, этот продукт чуть ли не единственный из всего ассортимента марки, у которого есть аромат. Он такой очень тонкий, нежный, цветочно-сладковатый, и он меня не напрягал на самом деле, и никакого раздражения не вызывал. Но, конечно, я бы предпочтала, чтобы этого аромата там не было. Тем не менее, он мне подошел на тот период, пока моя кожа была в супер-супер раздраженной стадии, сейчас закончился. И я взялась добивать вот этот вот бальзам от марки Бьюти Бэй. Я рассказывала про него, по-моему, в фаворитах и разочарованиях за зиму. Вот так вот он выглядит. У него крайне неприятный, на мой, по крайней мере, но запах, он пахнет чем-то типа пластика с розмарином. Фу. Я терпеть не могу запах розмарина в косметике. Иногда терплю его, если само средство очень хорошее, если эффект потрясающий. Но в данном случае это просто абсолютно базовый, рабочий, ничего не могу сказать, бальзам работает. Косметику снимает, глаза не щиплет, пленки не оставляет, кожу не раздражает, и, в принципе, полностью меня устраивает, кроме вот этого запаха. Я, кстати, не помню, я его тестировала без полотенца, потому что я обычно снимаю гидрофильный бальзам влажным полотенцем. Этот, мне кажется, я тестировала, и у него может быть тенденция оставлять на коже маслянистость. Для меня это не проблема, потому что я все равно потом умываюсь гелем для умывания, но имейте в виду, кто любит, чтобы бальзам смывался полностью без остатка, сразу без какой-то умывалки, то это, мне кажется, не тот вариант. Ну и вообще в целом я его, конечно, не рекомендую из-за вот этого запаха. Да, он бюджетный, это его достоинство, и у него жизнерадостный цвет, и он рабочий, это его достоинство, но к недостаткам относится вот этот вот запах, возможность оставления пленки, и при таком раскладе я считаю, что лучше взять Хемиш или Гуд Молекулс, а этот я не советую. Ну и, как я сказала, я снимаю гидрофильный бальзам при помощи влажной теплой салфетки, и потом умываюсь вот этим гелем от марки Гуд Молекулс, он называется Rose Water Daily Cleansing Gel, это такой прозрачный гель, даже немножко похож на желе, я бы сказала, на такой полузастывший холодец. Слышала я версии, что кому-то не нравится подобная текстура, но для меня как бы никакой проблемы. Я бы даже сказала, что мне скорее нравится такая текстура, но на самом деле с ней контактируешь минимально, потому что выдавливаешь на руку, сразу же растираешь в ладонях и наносишь на лицо, и в общем-то вот этого желе по сути не видишь, но вот здесь в бутылке он так прикольно выглядит, как я говорю, больше похож на желе, чем на гель. Довольно мягкое средство для очищения, без запаха, минимально пенится, практически не пенится, но на самом деле вот сейчас, когда кожа была супер раздражена, мне хотелось даже еще мягче что-нибудь. Я хотела купить эту знаменитую кремовую умывалку от Cerovye, но что-то меня остановило, не помню, то ли в тот момент денег не было, в общем, потом решила, что сейчас уже кожа немножко пришла в нормальное состояние и продолжу пользоваться вот этим гелем. Я не скажу, что он супер мягкий, но он очень мягкий, достаточно мягкий для того, чтобы кожу не раздражать, но если у вас какая-то супер-пупер реактивная кожа, возможно, вам он покажется недостаточно мягким, по крайней мере, вот мне в самые критичные моменты хотелось чего-то еще более мягенького, но так вообще я его очень люблю, первую банку мне прислали в качестве пиара, эту я уже купила сама. Забыла сказать, что вот эту банку бальзама от Beauty Bay мне прислали также в пиар, все остальное, о чем я до сих пор говорила, я купила за свои деньги. Затем ситуация такая же, как утром, на центр лба я наношу сыворотку аргирелин от марки The Ordinary и на все остальное лицо вот эту вот эссенцию от Bleed с восьмию питательными бобами, вот так она называет Eight Nourishing Beans. Она пришла ко мне в начале марта и, видите, я уже довольно многое истратила, потому что это средство как раз подходит для наслаивания, и я обычно наношу на центр лба вот эту, на все остальное, на всю остальную часть лица эту эссенцию, а потом еще, когда все впитается, еще один слой на все уже лицо, включая лоб, наношу вот этой вот эссенции. Иногда еще и третий слой наношу. Мне это средство в принципе нравится, оно классно увлажняет, подходит для наслаивания, но я не в восторге от его запаха. Запах, если вы знакомы с маркой History of Who, это корейская люксовая косметика уходовая, то у них вот очень много таких ароматов, какие-то травы, коренья, что-то такое, вот что-то такое восточная нетрадиционная медицина, я бы сказала, что какой-то такой запах, такие ассоциации у меня вызывает. Я не фанатка такого дела, но меня это и не напрягает. Я не думаю, что я буду брать эту эссенцию повторно, когда она у меня закончится, потому что, несмотря на то, что она хорошая и рабочая, и мне нравится, но она не переплюнула моих фаворитов, и какой смысл брать то, что мне как бы на четверку, если есть средства, которые на пять с плюсом. Я либо попробую что-то новенькое, либо возьму один из своих супер-пупер любимых фаворитов. Следующий этап активная сыворотка, и я одно время пользовалась вот этой вот Ordinary Copper Peptides, но потом поняла, что она конфликтует с маслами, и оставила ее для утреннего использования. Ну, а вот эту с неоцинамидом от Good Molecules, как я уже сказала, использую время от времени, когда вижу на лице какие-то повреждения, которые нужно залечить. А если ничего такого нет, то на самом деле вечером я никакую активную сыворотку даже и не использую. Но, конечно же, не пропускаю сыворотку увлажняющую. У меня вот такая вот была до последнего времени Slurp Slurp Hydromer, какая-то корейская марка, у которой очень маленькая линейка, и вот это их увлажняющая сыворотка, но, как вы видите, там на донышке осталось, я на самом деле с трудом уже ее вытряхиваю оттуда, вот такой вот флакончик с помпой 30 мл. По текстуре это что-то среднее между Pinkang Yule увлажняющей ампулой и Pinkang Yule балансирующим гелем. Балансирующий гель очень густой, тяжело распределяется по коже, и если начинать его втирать, катается такими как колбасками, его нужно вбивающими движениями наносить, а увлажняющая ампула тоже не идеально легко разносится по коже, но немножко более легкая. Это сыворотка где-то между ними, то есть она тоже тяжело разносится по коже как балансирующий гель, но она не настолько густая, не настолько липкая, не похожа на мед, а скорее похожа вот на ампулу увлажняющую от Pinkang Yule, то есть такая прозрачная гелевая увлажняющая сыворотка, но густая, и она не катается колбасками, но все-таки мне кажется она более густая и липкая, чем увлажняющая ампула от Pinkang Yule. Я не знаю, понятно я объяснила или нет, мне кажется, я запудрила вам мозги очень сильно. Короче, прозрачный, довольно-таки такой плотный, насыщенный увлажняющий гель, тяжело растягивается по коже, но не скатывается под пальцами, и, кстати, с маслом глубокое увлажнение дает, мне понравилось, но запах розмарина присутствует. Ну или может быть не розмарина, может быть чего-то другого, но я вот воспринимаю как такой запах медицинско-еловый. Вот, розмарин для меня всегда пах какими-то медицинскими елками, и вот эта сыворотка обладает этим ароматом. Это как раз тот случай, когда я прощаю запах розмарина за хорошую эффективность, но я не стану повторять для себя эту сыворотку, собственно я и эту не покупала, забыла сказать, что мне ее прислали в качестве пиар. Она мне всем понравилась, кроме этого запаха, и с учетом того, что у Pinkang Yule ампула увлажняющая 100 мл объемом продается, а по цене по-моему дешевле, чем эта сыворотка, я конечно же всегда предпочту средство без запаха и более дешевое и с такой же эффективностью в плане увлажнения. Эта сыворотка не переплюнула Pinkang Yule Мойстер Ампул, но если она вас интересовала, она как бы хорошая, я ничего плохого прям про нее сказать не могу, просто я не любительница этого аромата, ну и есть средства дешевле, которые мне нравятся несколько больше, чем она. В вечернем уходе я стараюсь не обходиться без масла, только если прям очень устала и мне надо быстро-быстро все намазать на себя и лечь в кровать, тогда я пропускаю масло, но в основном все-таки я каждый вечер какое-то масло, одно из трех, которое у меня есть, применяю. Номер один это масло голубой пижмы от марки Акьюрс Айхерба, которое идеально подходит именно для чувствительной кожи, обладает выраженным успокаивающим действием, довольно легкое, не сказать, чтобы дико жирное, дико тяжелое было, но и не могу сказать, что прям мгновенно впитывается и всасывается, потому что есть у меня, дальше расскажу, еще одно маслице, которое просто прямо мгновенно в кожу впитывается. Это такое, серединка наполовинку, я бы не сказала, что супертяжелое, но и не самое легкое, что я пробовала в своей жизни. Оно мне очень нравится и действительно я вижу от него выраженный успокаивающий эффект, поэтому чаще всего рука тянется именно к нему. Второе масло, которое как раз суперлегкое и очень быстро впитывается, и если вот я тороплюсь и мне надо, чтобы как можно быстрее я могла все на себя намазать и улечься уже спать, то я использую его. Это вот такая вот миниатюрка от Хаксли. Есть еще, полноразмер бывает этого маслица, но я взяла просто в прошлом месяце набор из четырех миниатюр. Оно называется Oil Light and More. Пахнет очень слабо, но все-таки есть вот этот вот фирменный аромат опунции, как пахнет практически вся косметика Хаксли. Очень легкая, мгновенно впитывается, и если у вас вроде как и жирная кожа, но вы любите легкие масла, то рекомендую присмотреться, оно прям очень-очень классненькое. Я, конечно же, еще чуть-чуть совсем использовала, да и в принципе это маленький такой пузырек, но для меня это такое летнее масло скорее всего будет. Я думаю, что я куплю полноразмер, когда эту миниатюрку прикончу, потому что летом иногда хочется добавить масло, но не хочется, чтобы какая-то жирность присутствовала, и вот эта штука отлично подходит для такого случая. Ну и третье масло, к которому почти никогда не тянется рука, потому что либо я выбираю голубую пижму с выраженным успокаивающим эффектом, либо я выбираю легенькое от Хаксли, которое моментально впитывается, но тем не менее есть у меня масло The Ordinary Be Oil, ничего плохого я про него сказать не могу, вот такое оно ярко-зеленое и имеет такой травянистый очень запах, какой-то свежескошенной травы, чего-то такого, и оно тоже довольно легкое и быстро впитывается, но все-таки не так быстро, как Хаксли, наверное, примерно так же, как Акьюр, и если честно, я не знаю, почему я им пренебрегаю, наверное, потому что просто от Акьюр я вижу вот этот вот выраженный успокаивающий эффект, может быть, от этого тоже был бы, но я как-то все время его игнорировала, надо, наверное, его выставить вперед и попользоваться им, чтобы понять, что оно дает. Следующим этапом я, как и в утреннем уходе, наношу эмульцию Сунжун от Etude House, и потом перехожу к ночному крему, и тут у меня другой, не тот, который с утра, я использую вот этот вот Age Eye Complex от SkinCeuticals, это такой очень плотный, насыщенный баттер, текстура примерно как у сливочного масла, то есть набирается с трудом некоторым, надо так соскабливать ногтем или растапливать пальчиком, но когда тепло тело подтает, то распределяется очень хорошо. Крем скорее питательный, но и увлажнение тоже дает, мне он, в принципе, понравился, я довольно подробно про него рассказывала в своих обновках за февраль, я им довольна, но я не уверена, что я им довольна на 100 евро, потому что крем этот примерно столько стоит, там плюс-минус банан, в зависимости от того, на каком сайте и какой там курс фунта, но я его купила за 85, по-моему, евро по скидке, и, в общем-то, редко на эту марку бывают скидки на Look Fantastic. У меня сложное отношение к этому средству, потому что, с одной стороны, мой любимый Elemis Peptide 4 крем для кожи вокруг глаз плюс Kiehl's Avocado дают мне ничуть не худший эффект, чем этот. Стоят они, мне кажется, даже в комбинации эти два, все-таки чуть-чуть дешевле, чем вот этот вот кремик, но ненамного, и, конечно же, это необходимость наслаивать два средства, потому что сам по себе Kiehl's Avocado не убирает мои заломы, с которыми я второй год борюсь, он на них не влияет, он просто дает базовое увлажнение питания. С этими заломами борется Elemis и борется вот этот вот крем, по крайней мере, когда я перешла на него и отказалась от Elemis, они у меня не вернулись, несмотря на то, что кожа была в плохом состоянии и очень сильно обезвожена. Так что Elemis и этот борются с этими заломами, но Elemis мне недостаточно от него питания. То есть, ну вот, блин, стоил бы он 60 евро, я бы сказала, что это потрясающий крем, супер-пупер, и даже 65, и даже 70. Я бы сказала, берите все, супер-пупер классный крем. Но если на него нужно тратить 100 евро, то лучше, на мой взгляд, взять по скидке крем Elemis плюс Kiehl's Avocado. Получается дешевле, как бы, ну, в общем, не знаю. Так что крем мне нравится, но на мой кошелек это все-таки дороговато, но если бы я его увидела с действительно хорошей скидкой, я бы его схватила. В качестве ночного крема для лица по ситуации я использую одно из двух. Либо вот этот же Pink Angule Moisture Cream, увлажняющий крем, но он для меня, конечно же, легковат. Либо вот этот вот Star Skin Arglamic Pink Cactus Pudding. Он у меня почти закончился, мне осталось там всего на один раз, по-моему, вам нихрена не видно. Короче, на один раз там осталось, это такая розовая субстанция, действительно по текстуре похожая на пудинг, и с ним такая интересная история, я вообще-то его покупала как ночную маску. И это не первая моя банка, и даже, по-моему, не вторая, и всегда я вам его советовала именно как ночную маску. Но тут недавно увидела у одной девушки, которой прислали его в качестве пиар, что она сказала, что это увлажняющий крем, причем универсальный, годится и на ночь, и на утро. Я такая, что за фигня? Полезла искать, и действительно нигде не сказано, что это ночная маска, сказано, что это увлажняющий крем. Хотя вот на самой упаковке даже вообще ничего не сказано, просто Pink Cactus Pudding Hydrate Plus Glow All Day, то есть увлажняет и дает сияние на весь день. Ну, то есть весь день, значит, можно использовать в качестве дневного. Но эта штука как раз-таки создает на коже такую окклюзивную пленочку, приятную, которую, когда вот вечером, допустим, намазалась, а с утра умываюсь, я и чувствую, что смываются остатки этого средства под пальцами. Это то, что я всегда люблю в ночных масках. И на самом деле никакой принципиальной разницы между ночной маской и ночным кремом нет. Не обязательно использовать ночную маску поверх крема, вы можете использовать ее вместо крема, если вам достаточно увлажнения и питания. И, собственно, так я и стала использовать, и практически добила. Очень довольна этим средством. 100% буду покупать еще. У этого средства есть миниатюрка, и если вы заинтересовались им, то я рекомендую начинать знакомство именно с нее. Но я 100% буду покупать полноразмер, потому что я этой штукой очень-очень довольна. Годится мне и как ночная маска, скорее легкая на лето, не такая суперпитательная на зиму, и как просто ночной крем. Я думаю, что и как дневной крем подошло бы, но я, если честно, ни разу так и не попробовала днем под макияж его использовать. Но думаю, что и в этом качестве подошло. Хотя все зависит от санскрина. Если санскрин с ним не будет конфликтовать, тогда все замечательно. В общем, надо будет в следующий раз попробовать использовать в качестве дневного средства, но сейчас я добила именно на ночь его. Из специального ухода я не пользуюсь никакими отшелушивающими и глубоко очищающими средствами, ни скатками, ни скрабами, ни энзимными пудрами, ничем подобным. Я также убрала из ухода все свои гаджеты, ни микротоками не пользуюсь, ни LED-маской сейчас не пользуюсь, потому что было у меня ощущение, что, может быть, использование LED-маски в комбинации с ретинолом спровоцировало всплеск чувствительности моей. Но это все совпало с известными событиями, которые вызвали у меня очень сильный стресс на эмоциональном уровне, и поэтому я сейчас затрудняюсь сказать, на что моя кожа в большей степени отреагировала, реагировала на стресс или на косметику или на комбинацию того и другого, но я, в общем, решила по максимуму все активные какие-то вещи отложить и пользоваться только увлажняющим, питательным, успокаивающим, уходным, просто восстанавливать свою кожу. Единственный продукт для глубокого очищения, который я продолжаю использовать, это вот эта очищающая маска с салициловой кислотой от The Ordinary, и то только на нос и центр лба, больше нигде, потому что просто я, когда снимаю макияжные видео, короткие, в вертикальном формате, я потом на монтаже вижу, что на большом приближении, на хорошем объективе с такой хорошей резкостью я вижу серые точки у себя на носу, а эта маска прекрасно с ними справляется, ну, в общем-то, как и Glam Glow Supermat, но ее я отложила до лета, потому что у нее еще такой эффект охлаждения есть, который я особенно ценю в жару, а это я пользуюсь вот именно, когда я знаю, что на следующий день я буду снимать, допустим, такое короткое видео, для того, чтобы не видеть потом свои поры слишком интенсивно, конечно же, как и любая очищающая маска, ее эффекта не хватает там даже на неделю, в принципе, через там 3-4 дня уже восстанавливается, вот эти вот сероватые такие точки окисляется себум в порах, но первый день эффект действительно классный, очень хорошая бюджетная альтернатива маске Glam Glow Supermat только по вот именно ощущениям на коже не такая кайфовая, но эффективность абсолютно сопоставимая и разница в цене чуть ли не в 10 раз, по-моему, или около того. Ну и последнее средство, которое я отношу к специальному уходу, это вот этот крем против экземы от Derma E или Derma I. я его использую в основном на шею, потому что шея моя более чувствительная, чем даже супер раздраженное мое лицо, и если начинается где-то какая-то проблема, начинается где-то покраснение, по часушке, то в первую очередь это на шее, и этот крем классно на самом деле помогает мне, по крайней мере, справляться, я уж не знаю, как он там с серьезной какой-то экземой, и я говорила, что я купила для всей своей семьи такой, и мой муж пользуется, мой свекор пользуется, и моя мама, и в общем-то все довольны, все говорят, что он чудес не совершает на их именно экземе, но у меня не экзема, у меня просто раздраженная кожа, и мою раздраженную кожу он за два применения очень хорошо успокаивает, даже за одно применение практически сразу чувствительность снижается, но имейте в виду, это не лекарство, это не медицинское средство, поэтому если у вас прям серьезные проблемы с экземой, не факт, что он какие-то чудеса сотворит, но мне он помогает от раздражения очень хорошо, у нас уже треть банки ушла с мужем, и я так думаю, что я буду покупать еще, моей маме он в итоге очень понравился, она даже посоветовала его уже своей подруге, и попросила меня прислать ее подруге ссылку на этот крем, так что, в общем-то, кто ждал отзыва, штука рабочая, чудес может быть и не совершает, но работает и влияет очень позитивно. Вот и все, что я вам хотела рассказать, если вам было интересно, чем я накрашена, то я использовала в основном продукты из своего Project Pen, это суперлегкий макияж, без тонального средства, и вообще с минимумом-минимумом продуктов, я сняла макияжное видео, с ним коротенькое, для вертикального формата, и постараюсь выложить его буквально завтра, так что не переключайтесь, если еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь, ну и если это видео вам понравилось и показалось интересным, конечно же, не забудьте поставить им лайк, а мы с вами совсем скоро увидимся, до встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok